дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю с 10 по 16 февраля включительно для знака зодиака весы уважаемые весы напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и женщинам и мужчинам и тем кто одинок и тем кто в паре я уверена что каждый из вас для себя найдет что-то важное и полезно досмотрев этот расклад до конца но если по первым двум картам вы видите что информация с вами не резонирует возможно в периоде этой недели расклад вам просто не подходит а подходит другой категории весов любом случае я приглашаю вас всех к своему столу ваша основная задача это максимально расслабление не думайте ни о чем плохом просто слушайте просто принимайте информацию и в расслабленном состоянии вы сможете ее воспринимать правильно и спокойно также сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания и вы на него получите ответ да или нет но его вы услышите в конце чтения всего вашего расклада в отношении вашего вопроса устанавливайте также временной срок для того чтобы для себя вы понимали в какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет также первая карта вашего расклада покажет вас самих на начало этого периода ваши планы мысли ваши надежды ваши действия и по первой карте мы также рассмотрим ваш общий запас энергии итак ваша первая карта дальше мы рассмотрим общий фонд событий всей этой недели что же войдет в вашу жизнь что будет происходить в ваших парах для тех кто в браке что вы чувствуете в отношении своего партнера и что он чувствует в отношении вас 2 карта выходит сама да берем обе рабочая деловая сфера деньги и финансы что происходит во внешнем мире во взаимодействии с другими людьми что ждет наших одиноких весов эта карта расскажет о вашей личной жизни и о событиях этой недели для вас в общем чем завершится этот период также карта совет что нужно знать или что нужно учитывать пока в закрытом виде и карта оставшись на дне колоды является ответом на ваш вопрос да или нет скоро мы к этой карте обязательно дойдем наберитесь терпения также возможно в процессе чтения вашего расклада я буду брать дополнительные карты для того чтобы какую-то информацию рассмотреть более глубоко и детально итак первая карта вашего расклада о чем же она говорит и здесь для вас выпал сразу же старший аркан императора конечно эта карта говорит о каком-то порядке на сегодняшний день имеющимся в вашей жизни по крайней мере по этой карте многие процессы вы хотели бы упорядочить и привести действительно в порядок для многих из вас эта карта показывает самодисциплину какую-то строгость в отношении самих себя это то что вам реально помогает для женщин весов эта карта может говорить о каком-то мужчине важном вашей жизни который имеет большое влияние на вашу жизнь начале этого периода для кого-то это может быть муж для кого-то отец для кого-то начальник для кого-то коллега по работе но у вас с этим человеком идут какие-то разговоры вы с этим человеком можете по поводу чего-то совещаться и этот человек действительно в чем-то будет оказывать вам какую-то поддержку если говорить о мужчинах весах вот эта карта может показывать вас во всей вашей красе показывать вас как людей лидеров людей очень уверенных очень сильных и физически и энергетически конечно эта карта уверенных в себе людей тех которые за собой могут еще повести других по этой карте вы как будто бы на себе чувствуете какую-то огромную ответственность за кого-то за тех людей которые находятся рядом с вами возможно это ваша семья возможно эта работа или друзья по этой карте вы пытаетесь организовать и свою жизнь в лучшем виде но и также жизнь тех людей которые находятся рядом с вами для женщин я уже говорила большое влияние мужского лица если говорить о мужчинах конечно же эта карта огромной энергии огромного потенциала и воли для женщин эта карта говорит о том что энергию вам дает мужчина давайте посмотрим общий фонд событий всей этой неделе и здесь для вас выпала карта королевы мечей для женщин весов эта карта может говорить как раз о вас самих вот здесь вот в течение всей этой неделе в вашей голове будут какие-то сложные аналитические процессы вы постоянно что-то планируете анализируете что-то обдумываете что-то просчитываете эта карта также может говорить о том что вы немножечко излишне напряжены из-за чего-то может быть вы слишком переживаете но по этой карте вы хотите какой-то справедливости своей жизни и какого-то порядка также эта карта может указывать на еще некую даму с которой в течение этой недели вы будете сотрудничать для кого-то это женщина вашей же стихии это может быть близнецы весы или водолей по гороскопу но не обязательно для кого-то это может быть женщина из правоохранительных органов женщина которая связана с властями для кого-то это может быть женщина врач для единиц которые вы обращаетесь за помощью для кого-то это просто может быть старшая подруга либо женщина компетентна в каких-то важных для вас делах и вопросах с которой вы держите совет и вот в начале этой недели если говорить о мужчинах вы сотрудничаете с дамой если говорить о женщинах вы сотрудничаете с мужчиной то есть обмен женской и мужской энергии для женщин весов эта карта прекрасно она говорит о том что вы уверены в себе но постарайтесь не нервничать постарайтесь быть более спокойны это то что будет вам помогать давайте посмотрим что происходит в ваших парах ваших семьях на ваше чувство выпала карта колеса фортуны на чувство вашего партнера или партнерши мы видим шестерочку пентаклей две карты великолепные они говорят о том что в вашем доме вашей семье начинается какое-то движение для многих это планирование совместных поездок дорог это какие-то возможно новые начинания в вашем доме либо проекты которые связаны с овложением денег может быть кто-то обдумывает какую-то крупную покупку для дома которая могла бы изменить во многом вашу жизнь и с этим тоже для кого-то связаны большие расходы да возможно вы в чем-то готовы даже рисковать вот то что касается дома для того чтобы что-то в вашей повседневной жизни изменить в лучшую сторону по десяточке по колесу фортуны вы конечно человек очень общительный и то что касается вашего дома семьи вы и с вашей второй половиночкой и с родными и близкими пытаетесь поддерживать отношения но эта карта говорит и о вашей большой активности и во внешнем мире возможно по этой карте вот в этом периоде ваш дом вхожи какие-то новые люди может быть именно дома вы организовываете какие-то деловые встречи и ведете какие-то деловые переговоры для кого-то карта колеса фортуны может говорить о том что вы уже совершаете какие-то дороги на этой неделе с этим связаны у вас какие-то траты для кого-то это дороги по работе по бизнесу для кого-то дороги связаны с вашим домом семьей может быть каким-то отдыхом также колесо Фортуны для некоторых из вас может говорить о желании сменить место жительства, либо где-то попутешествовать. То есть это то, о чём вы можете думать и то, что можете пытаться начинать реализовывать. Конечно, отношения ваши по судьбе, это однозначно. В вашей жизни и во многих других семьях то взлёты, то падения, то тёмная полоса, то светлая, то миримся, то ссоримся. Но в данном периоде времени в вашей семье всё будет хорошо. Хорошо. Если говорить о вашем партнёре, он или она будет вас всячески поддерживать. Если ваша вторая половиночка работает, его или её мысли тоже сосредоточены полностью на том, чтобы как-то эти деньги вложить в дом, в семью, что-то преобразовать, что-то улучшить. Также по шестёрочке Пентакли мы видим, что у вашего партнёра всё-таки большое сердце. Это желание помочь близким. Если у вас есть какая-то родня, либо в паре есть детки, желание вкладывать денежки в них, в их развитие. И, конечно, в связи с этим у вас большие надежды и планы. Что происходит у наших одиноких весов на этой неделе? И здесь для вас выпала карта старшего аркана суда. Конечно, эта карта говорит о том, что в вашей жизни на сегодняшний день есть какие-то трудности и проблемы. Эта карта может говорить о каком-то сложном периоде, возможно, о сложных отношениях в вашей семье, в вашем доме, в вашем роду. Эта карта говорит о каком-то напряжении. Возможно, есть какая-то острая, либо конфликтная ситуация, связанная с роднёй. Может быть, у кого-то действительно есть прямой конфликт. У кого-то, может быть, открытые действительно судебные дела. Это то, что вносит смуту в вашу жизнь. И по этой карте вы хотите что-то в своей жизни изменить. Если говорить о ваших прошлых отношениях, эта карта говорит однозначно о том, что были разводы. У кого-то, возможно, даже с делёжкой имущества. До сих пор ещё в вашей душе осталась какая-то боль из-за прошлых отношений. Если говорить о новом партнёрстве, у вас тоже в связи с этим большие переживания. Вы не хотите больше рисковать. Вы хотите быть уверены в завтрашнем дне. Даже если вы с кем-то будете связывать отношения, вы по этой карте чётко хотите понимать, где чьё имущество, чтобы кто-то не претендовал на что-то ваше, и чтобы потом у вас снова не было каких-то проблем. Либо чтобы у ваших детей кто-то что-то не отобрал. Для кого-то эта карта может говорить о родовых проблемах в том плане, что есть болеющая родня, либо есть кто-то из родственников, кому вы должны помочь. И по этой карте вы чувствуете на себе ответственность за ваших близких людей. Они в чём-то надеются на вас, а вы понимаете, что вы должны им чем-то помочь. То есть у каждого своя жизненная ситуация, и вы берёте для себя и сказано во мной только то, что подходит лично вам. Для тех, у кого на сегодняшний день есть партнёр или партнёрша, эта карта может говорить о сложных отношениях. По этой карте, может быть, у вас есть детки от прошлого брака, у вашего партнёра есть от прошлого брака дети. Это сложные родственные отношения, и вы обо всём об этом думаете. Как всё это наладить, организовать, как принять и понять. Возможно, рядом с вами человек, если вы с кем-то встречаетесь, который нуждается именно в дне сегодняшнем, в вашей помощи. И, может быть, ваш партнёр возлагает на вас какие-то надежды, что именно вы как-то измените его или её жизнь в лучшую сторону. Для тех, кто не имеет партнёра на сегодняшний день вообще, эта карта может говорить о том, что вам, по большому счёту, по этой карте особо в данном периоде времени не до этого. Есть какие-то другие проблемы и переживания, связанные с вашим домом, с семьёй, может быть, либо родными, либо вашими детками, и вы сейчас заняты этими проблемами. Вам особо не до новых отношений. Конечно, вы страдаете из-за того, что что-то в вашей жизни не получилось. Вы как будто бы по этой карте проходите какой-то сложный жизненный урок. Также по этой карте для многих одиноких весов это, может быть, какие-то официальные бумаги, документы. Дела, которые проходят через казённые дома, вам приходится решать. Либо вы будете решать, либо вы уже что-то решаете, связанное с бумагами. Для кого-то эта карта может проиграться и так. Может быть, что-то вы пытаетесь оформить, чего-то хотите добиться документально. Давайте посмотрим, что происходит в вашей рабочей деловой сфере. И здесь для вас выпла карта старшего аркана императрицы. Конечно, эта карта прекрасна и для мужчин, и для женщин. Но для женщин, конечно, эта карта просто шикарная. Она говорит лично о вас и показывает вас во всей вашей красе. Если смотрят меня дамы, эта карта может говорить о том, что вы уже можете работать сами на себя, либо занимать какую-то руководящую должность, определённый пост. В любом случае, эта карта большого уважения вас во внешнем мире другими людьми. Притом, по этой карте вы можете совмещать и дом, и работу, ещё какие-то хобби и увлечения, общение с друзьями. И всё по этой карте вы успеваете. Вы умница и красавица. И в ваших руках всё цветёт и развивается. Возможно, кто-то, имея один рабочий проект, пытается его развивать, вкладываться в него. Но, возможно, вы думаете ещё о каких-то новых ответвлениях, чтобы как-то либо расширить свой бизнес, либо улучшить. И вы делаете всё, что от вас зависит. Налаживаете новые контакты и связи, поднимаете старых знакомых для того, чтобы что-то организовать. По этой карте вы умело и по-хозяйски управляете той ситуацией, в которой вы находитесь. И, в общем-то, вы хозяйка положения. Для мужчин эта карта может показывать женщину-руководителя, женщину-начальницу, очень мудрую и умную. Для женщин также эта карта может говорить о том, что даже если вы работаете в каком-то коллективе, вы пытаетесь проявлять самостоятельность, вы пытаетесь проявлять лидерские качества. И по этой карте, возможно, вы думаете действительно о каком-то своём новом деле, о новом начинании, и в вашей голове вот крутится эта мысль, эта идея, и что-то вы уже делаете для того, чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое. То есть для того, чтобы не работать всю жизнь на кого-то, а действительно иметь что-то своё. Но в любом случае, даже если вы работаете в коллективе, эта карта большого признания и успеха, эта карта говорит о том, что ваши рабочие процессы развиваются, всё в стабильности, в норме и в развитии. Если говорить о тех весах, кто до сих пор был без работы, эта карта предполагает то, что работу вы обязательно найдёте. Возможно, кому-то из вас может помочь ваша ближайшая родственница, кто-то из вашего дома, либо из вашей семьи. Для кого-то эта карта может указывать просто на женское руководство и говорить о том, что как подсказочка, ищите работу с женским руководством. Работа будет хорошая. И для многих женщин это ещё продвижение вперёд по карьерной лестнице. Если говорить о мужчинах, большое влияние на вашу рабочую сферу имеет вот такая вот женщина, которую я описала. Для мужчин это ещё может быть совет вашей жены, либо матери, кого-то из вашего дома. Тот, кто постоянно интересуется вашими делами, эта дама переживает о вас и даёт вам какие-то хорошие, дельные, правильные и нужные советы. И к этой женщине вам однозначно нужно прислушаться. Давайте посмотрим, что же с вашими финансами. А на финансы выпала карта Туза Пентакли. Что может быть лучше в материальной сфере? Карта Пентакли, карта денег говорит сама за себя. Она говорит о том, что денежки непременно у вас будут. Эта карта говорит о том, что вы умеете зарабатывать, что вы умеете налаживать какие-то рабочие процессы. Для многих из вас это в корне какой-то новый проект, новое дело. Может быть, какие-то новые вложения, которые в будущем будут приносить вам какой-то доход. Для кого-то это уже первые деньги от каких-то вложений. В любом случае, карта прекрасная. Она говорит о развитии и о стабильности. Для многих из вас эта карта ещё как подсказочка говорит о том, что у вас могут появиться какие-то дополнительные шансы новых начинаний. Может быть, к вам будут поступать какие-то хорошие деловые предложения по работе, и вам вот эти самые варианты нужно использовать. Это то, что принесёт вам дополнительную прибыль. То есть для кого-то эта карта может проиграться и таким образом. Даже для тех, кто на сегодняшний день в силу каких-то обстоятельств не работает вообще. Если смотрят в меня пенсионеры, либо женщины, которые смотрят за детьми, либо младшее поколение, которое зависит от своих родителей или родных и близких, по Тузу Пентакли вы в любом случае будете при деньгах. Откуда-то к вам денежки поступают. Для тех, кто находится дома, эта карта может показывать какой-то дополнительный источник дохода, благодаря которому в вашу жизнь приходят денежки. Что происходит во внешнем мире? Здесь мы видим карту Короля Жезлов. Эта карта говорит о неком мужчине, возможно, который относится к стихии огня. Это может быть овен, лев или стрелец по гороскопу, но не обязательно. Это может быть очень яркий мужчина, очень харизматичный мужчина, где-то громкий, где-то яркий спорщик, но при этом человек совершенно безобидный и для вас открытый. Для женщин, весов и для мужчин эта карта может предполагать помощь от такого человека, которого я описала. Либо у вас с этим человеком есть какие-то совместные дела, касающиеся либо работы, либо какого-то нового проекта. Возможно, даже для кого-то именно от этого мужчины к вам поступят какие-то дополнительные рабочие предложения. В любом случае, во внешнем мире какой-то мужчина вами интересуется. Для мужчин, весов, эта карта может показывать и вас самих лично и говорить о том, что вы во внешнем мире проявляете лидерские качества. Это то, что вам тоже помогает налаживать какие-то связи и контакты, решать свои дела, и дела текущие, и еще вы сможете начать какое-то новое дело, либо новое предприятие. По крайней мере, у вас есть такие задумки, и вы какой-то новый проект с кем-то можете обсуждать. Давайте посмотрим завершение этого периода. И здесь для вас выпала карта старшего аркана смерти. Неожиданно, но тем не менее, друзья, эта карта говорит о том, что в конце этого периода в жизни многих из вас может наступить какой-то сложный, переломный момент. По этой карте, возможно, вы будете стоять перед каким-то выбором, либо перед какими-то новыми начинаниями, а по Тузу Пентакли такое вполне вероятно. Также по Императрице и по Тузу Пентакли для кого-то это расширение бизнеса, вложение своих денег куда-то, для того, чтобы в будущем иметь какую-то дополнительную прибыль. Эта карта говорит о каком-то болезненном переосмыслении вот в вашей жизни, в вашей голове. То есть в вашем сознании происходит какая-то ломка. Возможно, это даже какая-то конфликтная ситуация, либо какая-то старая проблема в вашей жизни, которая либо вернётся, либо о которой вы сами вспомните, и вы подумаете о том, что вам что-то в своей жизни нужно наконец-то поменять. Также для кого-то из вас эта карта может говорить о том, что у вас есть какая-то старая болезненная проблема, которая не закрыта, и эту проблему нужно решить, и закрыть её для себя раз и навсегда. Для кого-то это может быть какой-то конфликт, в котором замешан не один человек. Вот по этой карте на вашу жизнь имеют влияние ещё какие-то люди, но с кем-то у вас по этой карте очень и очень болезненные отношения. Также сама по себе эта карта может говорить о том, что всё-таки у кого-то в роду есть большие сложности и проблемы, может кто-то болеет из стареньких родственников. И по этой карте, может быть, вы кому-то действительно должны оказать какую-то помощь. Но также эта карта вас призывает к тому, чтобы и в отношении своего здоровья вы были очень внимательны в завершении этого периода, в особенности здоровья эмоционального. И для многих из вас эта карта предполагает то, что вам нужно взять передышку, взять тайм-аут, взять отдых для того, чтобы набраться сил и переосмыслить какую-то сложную ситуацию в вашей жизни. Давайте посмотрим совет для вас на эту неделю. И здесь для вас выпала карта Короля Чаш. Для женщин эта карта может говорить о помощи светленького либо голубоглазого мужчины. Возможно, это мужчина стихии воды, рыборак или скорпион по гороскопу. Для кого-то это мужчина любящий, которому вы можете обратиться за помощью. Для одиноких сердец эта карта может говорить о том, что у вас, если говорить о женщинах, может быть влюблён какой-то мужчина. И эта карта говорит о том, что откройте своё сердечко навстречу новым чувствам. Для мужчин эта карта может говорить о том, что вы влюблены в кого-то. И эта карта также призывает вас Не бояться жить, не бояться начинать сначала, не бояться быть с кем-то открытым и искренним, несмотря на то, что в вашей жизни в прошлом были какие-то большие разочарования. Также эта карта предполагает то, что в любом случае, какой бы ни была в вашей жизни проблема, либо сложность, вот есть какой-то мужчина, для вас это может быть друг семьи, для кого-то под чашем это может быть даже ближайший родственник, либо друг, но человек, который вам чем-то может помочь. Для мужчин весов эта карта также как подсказочка говорит о том, что в отношении кого-то вам нужно проявить свои душевные, самые лучшие качества. И если в вашей жизни есть какие-то затруднительные разговоры, либо сложная ситуация, которая предполагает собой переговоры, по этой карте вы должны быть на высоте, вы должны уметь контролировать свои эмоции, вы должны уметь с любыми людьми договариваться красиво, не прибегая к скандалам и к спорам. Ну, в общем-то, карта прекрасная. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет. И здесь мы видим карту семерочки мечей. К сожалению, эта карта говорит о том, что пока нет. Насколько я полагаю, в отношении вашего вопроса, у вас есть либо недоброжелатели, либо какие-то помехи со внешнего мира, либо конкуренты. По этой карте, вот эта карта тоже как дополнительная подсказочка для вас, что вам кто-то завидует, кто-то не желает вам добра, что-то у вас может не получаться элементарно из-за того, что кто-то вас глазит, в спину вам может говорить какие-то гадости. Также эта карта может быть как подсказочка, говорить о том, что кого-то в свой дом вы впустили слишком близко, а человек в отношении вас неискренен. Даже если этот кто-то не вхож в ваш дом, то этот кто-то может выдавать себя за вашего друга или подругу, но на самом деле иметь камень за пазухой. И может быть вы рассчитываете на какого-то человека, а по этой карте вас может ожидать какое-то предательство и разочарование. То есть эта карта еще как дополнительное предупреждение. Эта карта может вас предостерегать и говорить о том, что если у вас есть какие-то идеи, какие-то задумки, планы, не нужно об этом рассказывать всем. Вокруг вас очень много завистников. Кто-то даже элементарно может воспользоваться вашей какой-то идеей и украсть ее у вас, если это касается бизнеса. Либо по этой карте кто-то может претендовать попросту на что-то в законе ваше. То есть по этой карте постарайтесь себя уберечь от дурного влияния других людей. Пока, друзья, к сожалению, нет. Уважаемые весы, для вас на эту неделю выпал очень даже неплохой расклад. За исключением последней карты, карты смерти. Эта карта предполагает то, что завершение этой недели для многих будет болезненным. Вы будете стоять либо перед каким-то сложным выбором, либо в вашей жизни могут появиться какие-то сложные обстоятельства. Для кого-то это старая нерешенная проблема, которая может дать о себе знать. И, конечно же, помните и думайте о своем здоровье, берегите свою нервную систему. Даже если что-то не получается, не нервничайте. Самое дорогое, что у нас есть, это наше здоровье и наша жизнь. Но что радует, друзья, что в центре вашего расклада, в сердце вашего расклада выпала прекрасная карта императрицы. Для мужчин это влияние некой женщины на вашу жизнь. Для кого-то это любимая женщина, жена, супруга, любовница, мать или сестра. Для женщин эта карта благоприятна для зачатия. То есть если говорить о характеристиках этой недели в общем, для молодых женщин, если вы планируете стать матерью, прекрасное время. Если в вашей жизни есть какие-то идеи и планы для развития, для реализации, реализовывайтесь, развивайтесь. Не бойтесь начинать что-то новое. У вас непременно все получится. Эта карта большой любви и привязанности как к вашей кому-то, так и кого-то к вам. То есть эта карта говорит о том, что вы не одиноки в этом мире. Для мужчины это поддержка женщины. Для женщин это вы во всей вашей красе и ваши родные и близкие, которые рядом с вами. Либо ваши преданные друзья, которые тоже рядом с вами. Для женщин эта карта также дает дополнительную информацию. Это возможность заняться своей внешностью, саморазвитием. Вкладывать деньги вы можете в свои хобби и в свое увлечение. И по этой карте вы, конечно же, себя можете порадовать какой-то покупкой, какой-то обновкой. Если говорить о женщинах-весах, вот вы по этой карте как будто бы несете свет во внешний мир. Это ваша и внешняя, и внутренняя красота. Давайте возьмем дополнительные карты исключительно на последнюю карту, карту смерти. И попробуем немножечко вашу ситуацию разъяснить и понять, с чем это может быть связано. Для этого я возьму Таро 78 дверей. Это Таро оракульного типа. И попробуем именно на этой колоде посмотреть, чего же ваша ситуация может касаться. Три карты для разъяснения. У многих это что-то то, что связано с мужчиной. Может быть, мужчина, с которым вы связаны либо финансами, либо как-то по работе, либо у вас какое-то общее дело. Какой-то большой проект, на который вы делали большие ставки, который, возможно, у кого-то до сегодняшнего дня находился в развитии. Вот по пятерочке кубков, как будто бы что-то начинает идти на спад. Для кого-то эти карты могут говорить о том, что в семье, в доме у вас есть какая-то сложная проблема с детьми из-за денег. Может быть, из-за развития ваших детей, из-за их обучения, из-за их самореализации. У вас по этому поводу могут идти какие-то споры. У кого-то по этим картам, для некоторых, эти карты могут все-таки указывать на какую-то крупную потерю денег. Может быть, это какие-то вынужденные траты, которые вам предстоят. Может быть, из-за кого-то из вашей родни. То есть эти карты для каждого могут проиграться по-своему. Карта совета для женщин и карта совета для мужчин. Для женщин по троечке Пентакли все-таки основное ваше внимание вот в этом периоде вам нужно обратить на сферу денег и финансов. И также троечка лишний раз говорит о том, что вы должны думать о своем саморазвитии и росте. О своей карьере и процветании. То есть даже если в вашей жизни на сегодняшний день есть какая-то проблема, связанная с какими-то выяснениями отношений, крупными тратами из-за кого-то. Может быть, это как вынужденные траты. Вы должны помнить о том, что в любом случае вам нужно идти вперед и развиваться. Если говорить о мужчинах по королю кубков, в этой карте это своеобразная колода и она может говорить о том, что у кого-то все-таки, у единиц могут быть проблемы с алкоголем. Либо эта карта может говорить о каких-то пагубных привычках, пристрастиях, которые мешают вам реализовываться. И для мужчин эта карта как подсказочка говорит о том, что в чем-то вам нужно пересмотреть свою жизнь. Если эту карту рассматривать в положительном ракурсе, она говорит о том, что возможно в отношении какого-то сложного дела или вопроса вам нужно проявить лояльность в отношении каких-то других людей. Вы должны уметь с кем-то договариваться. Для кого-то эта карта может быть как подсказочка, что какой-то сложный вопрос вы можете разрешить в непринужденной обстановке, где-то в баре, в ресторане, за чашечкой кофе, либо за бокальчиком каких-то более крепких напитков. То есть вы должны организовать какой-то отдых, либо какую-то встречу с кем-то в непринужденной обстановке для того, чтобы ваши проблемы решить. Это то, что вам может помочь. И также, друзья, здесь идет еще дополнительная информация, что если у вас есть роженицы, те женщины, которые должны рожать, вот эти карты могут предполагать собой тяжелые роды, говорить о хирургическом вмешательстве, о кесаревом сечении. Но в общем-то, в общем-то, все закончится хорошо. Карта Пажа Кубков говорит о том, что у кого-то родится мальчик. И в общем-то, сама по себе это карта положительных новостей, которые вас однозначно порадуют. Даже если у вас возникнет какой-то сложный вопрос в конце этого периода, связанный с какой-то ломкой, пересмотром ценностей, все равно все и для мужчин, и для женщин закончится положительно. Все, что не происходит в нашей жизни, происходит не случайно, и даже какие-то сложные ситуации даны нам для того, чтобы мы извлекли какой-то из них урок. Я всем желаю счастья, здоровья, хорошего настроения, веры в себя. Не опускайте руки, если что-то в вашей жизни не получается. Умейте договариваться и коммуницировать с другими людьми – это то, что будет вам помогать решать любые ваши вопросы. Всем добрый час, друзья! Я не прощаюсь с вами, я говорю вам, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не скупитесь, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующее видео. А сегодня всем до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok